Приветствую вас, я бы хотел обратить ваше внимание на несколько важных вещей. Первое, это то, что ваш мужчина человек восточный, и в его нации, в его культуре заложено немножечко пренебрежительно действительно относиться к женщинам, потому что там мужчины ставят себя выше в некоторой степени. И так, к сожалению, было всегда. То есть мужчины ставят, женщины завоевывают, красиво за ней ухаживают, но эти красивые ухаживания, они направлены скорее, знаете, на что, на как будто бы такое, знаете, обхаживание куклы, вот можно так вот сказать. То есть восточные мужчины, они относятся к своим женщинам именно так. То есть восточный мужчина, он за женщиной очень красиво ухаживает, но красиво за ней, он за ней ухаживает именно потому, что он воспринимает ее как ту, за которой нужно красиво ухаживать. и когда он ее завоевывает, он просто-напросто относится к ней как к той же самой кукле, которая с ним всегда была. вот и все по большому счету, знаете, то есть это первый момент. Несмотря на его образованность, образованность вообще никакой роли не играет. Второе. То, что вы находитесь в состоянии жертвы, то есть у вас есть как бы некий идеал мужчины, который вы пытаетесь как бы реализовать, да, представить жизнь. Вот. Вы думаете, наверное, что, ну, отношения, они всегда будут такими вот розовыми, как у вас, да, то есть всегда как бы, ну, направленными на ухаживание какие-то, да. Вот. И вы ждете, что мужчина будет относиться к вам именно так, при том же, что, как бы, вас не особо-то волнует, так это действительно или нет. То есть смотрите, если говорить о деньгах, да, если говорить именно о деньгах, то ситуация по большому счету, она правильная. вот, это как бы именно для вас, да, вы здесь находитесь, в общем, в управленной стороне, потому что, ну, действительно, вы его девочка и вы как бы можете попросить у него денег. Но, если вы знали, что у него сейчас, сейчас, там, покупка квартиры, да, если вы это знали, то просьба обложить денег выглядит, опять же, несколько странно. Потому что, ну, совершенно очевидно, что мужчина никак не мог бы одолжить вам денег и, эээ, на покупку билета, например, да, если у него сейчас проблемы с квартирой. Тем более, что вы говорите, что он живет у брата, и, наверное, вам, ну, как-то, вот, хотелось бы, да, чтобы он жил с вами. Вот. То есть, опять же, непонятно, что вы хотите. Вот, либо вы хотите, чтобы мужчина, эээ, ну, жил с вами, имел отдельную площадь, эээ, как вы сами говорите, что хотели бы, эээ, чтобы он, эээ, ну, чтобы вы жили с ним. Либо вы хотите, чтобы он вам давал деньги. Конечно, можно, эээ, вы можете сказать, ну, что такое шесть тысяч рублей, да? Вот. Не спорю. Может быть и так. Но я просто говорю вам о, эээ, как бы, факте того, что вы, что вы делаете. Вы, эээ, значит, не знаю, заметили ли вы или нет, но вы, эээ, пацаны от мужчины чего-то требуете. Вот. Требуете вы для себя этого. То есть, знаете, какая история? Совершенно не факт, что мужчина вам все это вообще готов дать. Совершенно не факт. И совершенно не обязательно, что это тот, кто вам это может дать. Понимаете? Вот вы говорите, что он должен там, ну, он должен бежать ко мне, да, на встречу там и так далее. Вот. Это не такой мужчина, который победит на встречу. Не такой мужчина, который будет чаще звонить. Понимаете? Это именно, эээ, человек своего склада характера и склада ума. Это человек восточный. Восточный. Восточный мужчина перед женщиной так вести себя не будет. Понимаете? И вам, да, вам. Вместо того, чтобы думать о том, изменится он или нет, готов ли он меняться или нет, стоит подумать о другом немножко. Вот. А именно. Готовы ли вы жить с тем, кто, эээ, отводит вам, ну, отводит или отведет четкую роль в своей жизни, за пределы которой вы не сможете выйти. Вот. Я рекомендую вам об этом подумать. Что касается вас, что вы в некоторой степени выступаете сейчас в роли жертвы и одновременно преследователя. То есть вы своего мужчину пытаетесь принудить к чему-то вас. Вы пытаетесь своему мужчину принудить там, чтобы он вел себя каким-то определенным образом, требуете от него и при этом переживаете, когда он вам этого не дает. То есть это достаточно негативная поведенческая позиция, потому что ни к чему хорошему данная позиция не приведет. То есть мужчина либо будет для вас тестераном, который будет вас подавлять и тем самым провоцировать вас на поведение жертв. Либо мужчина будет спасителем и тем самым будет провоцировать вас на поведение преследователя. Вот. Соответственно, ничего хорошего из подобных отношений не получится. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, подумать, чего хотите именно вы, почему вы именно этого хотите и для чего вам это, да? И, соответственно, подумайте, как можно этого добиться самостоятельно. То есть я имею в виду, если вам не хватает от него внимания, то, соответственно, окей, он не хочет, не может, не желает отдавать вам это внимание. Вы это почему его должны ждать. Понимаете? Вам это нужно? Вы это получаете. От мужчин других, от родных дел и так далее. Если вы к нему эмоционально привязались, это вопрос. И довольно серьезный. На основании чего, на чем основана ваша привязанность, на каких потребностях. Потому что эмоциональная привязанность ведет к зависимости. А зависимость ведет к несвободе, которая заканчивается подавлением, по сути дела, вашей личности как таковой. Если вы этого не хотите, то и причины зависимости тоже нужно анализировать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.